Еще раз к национальному вопросу. По поводу статьи Семича. Семич склонен, по-видимому, так именно думать о разногласиях по национальному вопросу, стараясь свести их к недоразумениям. Но он, к сожалению, глубоко ошибается. Он утверждает в своей статье, что полемика с ним основана на ряде недоразумений, вызванных одной, не полностью переведенной его речью в Югославской комиссии. Иначе говоря, выходит, что виноват тут стрелочник, почему-то переведший речь Семича не полностью. Я вынужден заявить в интересах истины, что это утверждение Семича совершенно не соответствует действительности. Было бы, конечно, лучше, если бы Семич подкрепил это свое заявление цитатами из своей речи в Югославской комиссии, хранящейся в архиве Коминтерна. Но он этого не сделал почему-то. Ввиду этого я вынужден проделать за Семича эту не очень приятную, но совершенно необходимую процедуру. Это тем более необходимо, что неясностей в нынешней позиции Семича даже теперь, когда он целиком солидаризуется с позицией делегации РКПБ, осталось все-таки немало. Я говорил в своей речи на Югославской комиссии «Смотрите, большевик, седьмой номер», смотрите настоящий том страницы с 69 по 76, о разногласиях по трем вопросам. Первое. По вопросу о путях разрешения национального вопроса. Второе. По вопросу о внутреннем социальном содержании национального движения в данную историческую эпоху. И третье. По вопросу о роли международного момента в национальном вопросе. Примечание. Большевик. Двухнедельный теоретический и политический журнал ЦК ВКПБ. Выходит с апреля 1924 года. По первому вопросу я утверждал, что Семич не вполне уяснил себе основную суть постановки национального вопроса у большевиков, что он отрывает национальный вопрос от общего вопроса о революции, что он становится таким образом на путь, сводящий национальный вопрос к вопросу конституционному. Верно ли все это? Читайте следующие места из речи Семича в Югославской комиссии 30 марта 1925 года и судите сами. Можно ли сводить национальный вопрос к конституционному? Раньше всего. Одна теоретическая постановка. Скажем, в одном государстве Х живут три нации А, Б и С. Эти три нации изъявляют желание, что они хотят жить в одном государстве. О чем же в таком случае идет речь? Конечно, о регулировании внутренних отношений внутри этого государства. Значит, вопрос конституционного порядка. В этом теоретическом случае национальный вопрос сводится к конституционному. Если мы в таком теоретическом случае сводим национальный вопрос к конституционному, тогда нужно сказать, и это я постоянно подчеркивал, что самоопределение народов, вплоть до отделения, является условием разрешения конституционного вопроса. И только в такой плоскости я ставлю конституционный вопрос. Я думаю, что эти места из речи Семича не нуждаются в дальнейших комментариях. Ясно, что тот, кто рассматривает национальный вопрос как составную часть общего вопроса о пролетарской революции, не может его сводить к вопросу конституционному. И наоборот, только тот, кто отрывает национальный вопрос от общего вопроса о пролетарской революции, только тот может сводить его к вопросу конституционному. В речи Семича имеется указание на то, что право национального самоопределения не может быть завоевано без революционной борьбы. Семич говорит, понятно, что такие права можно завоевать только революционной борьбой. Они не могут быть завоеваны парламентским путем, а только могут быть вызваны массовыми революционными действиями. Но что значит революционная борьба и революционные действия? Можно ли отождествлять революционную борьбу и революционные действия с низвержением господствующего класса, с захватом власти, с победой революции, как условием разрешения национального вопроса? Конечно, нельзя. Одно дело, когда говоришь о победе революции как об основном условии разрешения национального вопроса, и совершенно другое дело, когда условием разрешения национального вопроса ставишь революционные действия и революционную борьбу. Необходимо отметить, что путь реформ, путь конституционный вовсе не исключает революционных действий и революционной борьбы. Решающими при определении революционного и реформистского характера той или иной партии нужно считать не революционные действия сами по себе, а те политические цели и задачи, во имя которых они предпринимаются и используются партией. Русские меньшевики в 1906 году после разгона Первой Думы предлагали, как известно, организовать всеобщую забастовку и даже вооруженное восстание. Но это нисколько не мешало им оставаться меньшевиками. Ибо для чего они предлагали тогда все это? Конечно, не для разгрома царизма и организации полной победы революции, а для того, чтобы произвести давление на царское правительство в целях завоевания реформы, в целях расширения Конституции, в целях созыва улучшенной Думы. Революционные действия для реформирования старых порядков при сохранении власти в руках господствующего класса – это одно, это путь конституционный. Революционные действия для слома старых порядков, для низвержения господствующего класса – это другое, это путь революционный, это путь полной победы революции. Разница тут коренная. Вот почему я думаю, что ссылка Семича на революционную борьбу при сведении национального вопроса к вопросу конституционному не опровергает, а лишь подтверждает мое заявление о том, что Семич не вполне уяснил себе основную суть постановки национального вопроса у большевиков, ибо он не понял, что национальный вопрос следует рассматривать не изолированно, а в неразрывной связи с вопросом о победе революции, как часть общего вопроса о революции. Настаивая на этом, я вовсе не думаю сказать, что я высказал что-либо новое об ошибке Семича по этому вопросу. Ничуть не бывало. Об этой ошибке Семича говорил товарищ Мануильский еще на Пятом Конгрессе Коминтерна, заявив, что в своей брошюре «Национальный вопрос в свете марксизма» и в ряде статей, опубликованных в органе Югославской коммунистической партии «Радник», Семич в качестве практического лозунга для Компартии выдвигает борьбу за пересмотр Конституции, то есть фактически сводит весь вопрос о самоопределении наций исключительно на конституционную почву. Смотрите стенограмму Пятого Конгресса, страницы 596-597. Примечание. Пятый Конгресс Коминтерна состоялся в Москве с 17 июня по 8 июля 1924 года. Дмитрий Заханович Мануильский 30 июня выступил на Конгрессе с докладом по национальному вопросу. Об этой же ошибке говорил Зиновьев в Югославской комиссии, заявив, что «в перспективе Семича, оказывается, не хватает малого, революции, что национальный вопрос является проблемой революционной, а не конституционной. Смотрите, правда, 83-й номер». Не может быть, чтобы все эти замечания представителей РКПБ в Коминтерне об ошибке Семича были случайными, лишенными основания. Дыма без огня не бывает. Так обстоит дело с первой, основной ошибкой Семича. Остальные его ошибки непосредственно вытекают из этой основной ошибки. По второму вопросу я утверждал в своей речи «Смотрите, большевик, седьмой номер», что Семич не хочет рассматривать национальный вопрос как вопрос, по сути дела, крестьянский. Смотрите настоящий том, страница 71, примечание редакции. Верно ли это? Прочтите следующее место из речи Семича в Югославской комиссии и судите сами. «В чем заключается, – спрашивает Семич, – социальный смысл национального движения в Югославии?» И отвечает там же. «Это социальное содержание состоит в конкурентной борьбе между сербским капиталом с одной стороны и кроатским и славянским с другой. Смотрите речь Семича в Югославской комиссии. Что конкурентная борьба славянской и кроатской буржуазии с сербской буржуазией не может не играть тут известной роли, в этом, конечно, не может быть сомнения. Но столь же несомненно и то, что человек, усматривающий социальный смысл национального движения в конкурентной борьбе буржуазии разных национальностей, не может рассматривать национальный вопрос как вопрос, по сути дела, крестьянский. В чем состоит суть национального вопроса теперь, когда национальный вопрос из вопроса местного и внутригосударственного превратился в вопрос мировой, вопрос о борьбе колоний и зависимых национальностей против империализма? Суть национального вопроса состоит теперь в борьбе народных масс колоний и зависимых национальностей против финансовой эксплуатации, против политического порабощения и культурного обезличения этих колоний и этих национальностей со стороны империалистической буржуазии и господствующей национальности. Какое значение может иметь при такой постановке национального вопроса конкурентная борьба буржуазии разных национальностей между собой? Безусловно, не решающее, а в некоторых случаях даже неважное. Совершенно очевидно, что речь идет здесь главным образом не о том, что буржуазия одной национальности побивает или может побить в конкурентной борьбе буржуазию другой национальности, а о том, что империалистическая группа господствующей национальности эксплуатирует и угнетает основные массы и прежде всего крестьянские массы колоний и зависимых национальностей, а угнетая и эксплуатируя их, она тем самым вовлекает их в борьбу с империализмом, делает их союзниками пролетарской революции. Нельзя рассматривать национальный вопрос как вопрос по сути дела крестьянский, если социальный смысл национального движения сводится к конкурентной борьбе буржуазии разных национальностей. И наоборот, нельзя усматривать социальный смысл национального движения в конкурентной борьбе буржуазии разных национальностей, если рассматриваешь национальный вопрос как вопрос по сути дела крестьянский. Провести знак равенства между этими двумя формулами нет никакой возможности. Семич ссылается на одно место в брошюре Сталина «Марксизм и национальный вопрос», написанный в конце 1912 года. Там сказано, что национальная борьба в условиях подымающегося капитализма является борьбой буржуазных классов между собой. Этим он, видимо, пытается намекнуть на правильность своей формулы определения социального смысла национального движения в данных исторических условиях. Но брошюра Сталина написана до империалистической войны, когда национальный вопрос не являлся еще в представлении марксистов вопросом общемирового значения, когда основное требование марксистов о праве самоопределения расценивалось не как часть пролетарской революции, а как часть буржуазно-демократической революции. Смешно было бы не видеть, что с тех пор международная обстановка изменилась в корне, что война с одной стороны и Октябрьская революция в России с другой стороны превратили национальный вопрос из частицы буржуазно-демократической революции в частицу пролетарско-социалистической революции. Еще в октябре 1916 года в своей статье об итогах дискуссии о самоопределении Ленин говорил, что основной пункт национального вопроса о праве на самоопределение перестал составлять часть общедемократического движения, что он уже превратился в составную часть общепролетарской социалистической революции. Примечание. Смотрите Владимир Ильич Ленин. Сочинение. Издание 3. Том 19. Страница с 239 по 272. Я уже не говорю о дальнейших трудах по национальному вопросу как Ленина, так и других представителей русского коммунизма. Какое значение может иметь после всего этого ссылка Семича на известное место в брошюре Сталина, написанной в период буржуазно-демократической революции в России, теперь, когда мы вступили в силу новой исторической обстановки, в новую эпоху, в эпоху пролетарской революции. Она может иметь лишь то значение, что Семич цитирует «вне пространства и времени», вне зависимости от живой исторической обстановки, нарушая тем самым элементарные требования диалектики и не считаясь с тем, что правильное в одной исторической обстановке может оказаться неправильным в другой исторической обстановке. Я уже говорил в своей речи в Югославской комиссии, что в постановке национального вопроса у русских большевиков надо различать две стадии. Стадию дооктябрьскую, когда речь шла о буржуазно-демократической революции, а национальный вопрос рассматривался как часть общедемократического движения. И стадию октябрьскую, когда речь шла уже о революции пролетарской, а национальный вопрос превратился в составную часть пролетарской революции. Едва ли нужно доказывать, что это развлечение имеет решающее значение. Боюсь, что Семич все еще не уяснил себе смысла и значения этого различия между двумя стадиями в постановке национального вопроса. Вот почему я думаю, что в попытке Семича рассматривать национальное движение не как вопрос по сути дела крестьянский, а как вопрос о конкуренции буржуазии разных национальностей, кроется недооценка внутренней мощи национального движения и непонимания глубоко народного, глубоко революционного характера национального движения. Смотрите «Большевик», седьмой номер. Смотрите настоящий том, страница 72, примечание редакции. Так обстоит дело со второй ошибкой Семича. Характерно, что то же самое говорит об этой ошибке Семича Зиновьев в своей речи в Югославской комиссии, заявляя «Неправильно утверждение Семича, что в Югославии крестьянское движение возглавляется де буржуазией, и поэтому оно нереволюционно». Смотрите «Правда 83 номер». Случайно ли это совпадение? Конечно нет. Опять-таки, дыма без огня не бывает. Наконец, по третьему вопросу я утверждал, что Семич делает попытку трактовать национальный вопрос в Югославии вне связи с международной обстановкой и с вероятными перспективами в Европе. Смотрите там же, примечание редакции. Верно ли это? Да, верно. Ибо в своей речи Семич не сделал даже отдаленного намека на то, что международная обстановка в современных условиях, особенно в отношении Югославии, является важнейшим фактором в деле разрешения национального вопроса. Тот факт, что само югославское государство сложилось в результате свалки двух основных империалистических коалиций, что Югославия не может выскочить из той большой игры сил, которая происходит ныне в окружающих государствах империализма, все это осталось вне поля зрения Семича. Ссылка Семича на то, что он вполне мыслит известные изменения в международной обстановке, в силу которых вопрос о самоопределении может стать вопросом актуально-практическим, эта ссылка должна быть признана теперь, в данной международной обстановке уже недостаточной. Дело теперь вовсе не в том, чтобы признать при известных изменениях в международной обстановке возможного и далекого будущего актуальность вопроса о праве нации на самоопределение. Это могли бы перспективно признать теперь в случае нужды даже буржуазные демократы. Дело теперь не в этом, а в том, чтобы не превращать нынешние, сложившиеся в результате войн и насилий, границы югославского государства в исходный пункт и законную базу разрешения национального вопроса. Одно из двух. Либо вопрос о национальном самоопределении, то есть о коренном изменении границ Югославии, является привеской к национальной программе, бледно вырисовывающейся из далекого будущего, либо он является основой национальной программы. Ясно во всяком случае, что пункт о праве на самоопределение не может быть одновременно и привеской, и основой национальной программы Югославской компартии. Боюсь, что Семич все еще продолжает рассматривать право на самоопределение как перспективную привеску к национальной программе. Вот почему я думаю, что Семич отрывает национальный вопрос от вопроса об общей международной обстановке, ввиду чего у него вопрос о самоопределении, то есть об изменении границ Югославии, является по сути дела вопросом не актуальным, а академическим. Так обстоит дело с третьей ошибкой Семича. Характерно, что то же самое говорит товарищ Мануильский об этой ошибке Семича в своем докладе на Пятом Конгрессе Коминтерна. Основной предпосылкой всей постановки национального вопроса Семичем является мысль о том, что пролетариат должен брать буржуазное государство в тех границах, какие созданы в нем рядом войн и насилий. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Смотрите стенограмму Пятого Конгресса Коминтерна, страница 597. Можно ли считать это совпадение случайным совпадением? Конечно, нельзя. Еще раз, дыма без огня не бывает. Журнал «Большевик». 11 и 12 номера. 30 июня 1925 года.